Доброе утро, друзья! Я сегодня нахожусь на пляжике опять, на том же самом сейчас уже около часа дня, я не успеваю никуда поехать, снять погодное видео, тут ребята у меня сейчас были на фотосессии, они говорят, ну с утра смотрят, что-то погодное видео идет, что-то ты расслабился. Позвонили, записались на 12 часов и вот мы сейчас, это называю адовые фотосессии, когда тебя жарят на барханах так, что ты не можешь даже шагов сделать. Я всем все равно желаю хорошего настроения. По-моему, 4 годика Марине сегодня исполняется. Мариночка, с днем рождения тебя, надеюсь имя не перепутал, если перепутал, поздравлю завтра. Всего вам хорошего, так сказать, в вашей жизни детской и радостной и веселой, чтобы все ваши мечты тоже сбывались и все было хорошо. Я вам показываю, как выглядит пляж в 12 дня, это пляж Кавказ, вот так вот. Сегодня здесь буквально наблюдал дельфины, что дельфины очень опасны при охоте, ребята, не бегите к ним, будьте аккуратны. Вы сегодня могли там видеть какие они расстояния, буквально за секунду покрывает, там скорости бешеные, вес тоже огромный, тем более этот дельфин очень большой, который сейчас охотится в нашей акватории. Издалека, ну, наблюдайте без проблем, но они бывают даже вылетают чуть ли не на берег, когда гонятся за рыбой, поэтому еще раз говорю, аккуратней относитесь к своей жизни. Все пусто, все, сезон провальный, так сказать, не зашло по ходу наше море зеленое никому. С утра оно было чистенько, видите, пошла волна, потом говорю, приходите с отрица, хотите купаться в чистом море, и вот уже водоросли немножко плывут. Мы, как обычно, сейчас прогуляемся немножко вдоль берега, дойдем до пляжа Южный Парус, и там замерим температуру воды. Сегодня температуру воды нам расскажет наша зеленая красавица, так как я градусник почему-то не подготовил, не вытащил, а красавицу могу спокойно достать одной рукой. Давайте сначала глянем, сколько же все-таки на солнышке нас сегодня сжарит. Это тоже довольно-таки интересная тематика. Показывает лягушка 38, почти 39 градусов. Это оригинальная, оригинал, так сказать, нашего канала. Сколько мы с ней уже прошли вместе, знает только она одна. Посмотрите, люди уходят, остаются пакетики, детские игрушки. Это детские игрушки, это тоже мусор, пластик, который никому не нужен. Хотя с утра, ну, пляж выглядит более-менее чистым. А вот после того, как весь день, так сказать, или полдня этого отдыха прошло, мусорные артефакты очень упортят, так сказать, внешний вид. Вот, кто-то мороженое съел, здесь и забыл. Хотя, посмотрите, видите, вот этот Сиабрис Рисов, по-моему, называется, пляж, у них вот за заборчиком стоят мусорки. Вот следующий пансионат пламя, у них прям там стоят мусорки. Южный парус под всеми навесами стоят мусорки. Сказать, что, о, нет мусорок, бред. Ну, смотрите, вот плавает, помимо водорослей, в море плавает мусор, который взялся именно с берега, и вот туда снесло ветром. Ветер немножечко подуспокоился, стал более таким приятным, и, соответственно, можно купаться и получать гораздо больше удовольствия. И, смотрите, да, вчера вот буквально вечером показывал, как тут все было зелено. Прям зелено-зелено. До такой степени, что вот весь берег был зеленый. Это вчера вечером так было. Сегодня с утра пришли, все чистенько, за исключением там небольших таких островков. Сейчас же вообще все выйдет по-другому, так как появилось небольшое течение. Сейчас со стороны Анапы в сторону Витязева. Не дай бог, конечно, поменяется течение в сторону Анапы. Анапа захлебнется, мне будет ее искренне жаль, но, кажется, как есть. То, ну, как вот водоросли путешествуют. Вот идем, смотрите, вот мы ткнулись на такой остров. Ну, это зеленые водоросли. Они хорошие, дружелюбные, так сказать, приятные и на ощупь, и полезные там для всего. Вот тут я с ними буду согласен, что этими водорослями можно там обкладываться, там всякие микроэлементы получать и так далее, и тому подобное. Видим. Людей. Ну, нет просто людей. Меня спрашивают, Юрий, как ты с температурой выживаешь на барханах? Когда у меня температура была, я вообще не знаю, как я жил. Просто как, знаете, как с утра встал, вечером лег. Проходил эти дни, и, как бы, каких-то таких жестких воспоминаний у меня, к сожалению, не осталось. Ну, температура, когда твоя с воздухом одинаковая, ты, в принципе, температуру воздуха и не чувствуешь. О, это инь-янь черное-белое. Классно смотрится. Вот так нельзя засыпать, потому что проснетесь и можете проснуться уже без кожи, с очень сильными ожогами. Тоже, видите, вот чистый вход и пошла чистая водичка до берега, то есть где-то здесь опять остро с водорослями. В общем, если искать даже, ну, просто для захода мой, для купания именно деток, все это находится. И я думаю, мы сейчас с вами в этом убедимся, пройдя буквально пять минут очень спокойным тихим шагом до берега и найдем чистый воздух. Потому что я впереди уже вижу, что водоросли заканчиваются примерно на том же месте, где мы всегда замеряем температуру воды, когда делаю обзоры именно с этих пляжей. Как же здесь дышится? Это просто нечто. Я хочу еще раз поблагодарить вчерашних подписчиков, которые пришли на эфир. Было действительно очень приятно пообщаться. Вообще спасибо за ваш позитив, за ваши эмоции. Очень классно. Я вчера пересмотрел. Маленькая девочка, это вообще такой огонек. Так было приятно. Ну, видишь, да, все равно небольшие вкопления водоросля есть. И вот, ну, два шага, и там дальше уже чистота и красота. Я приглашаю вас, как всегда, каждый день на эфир. Приходите, будем рады вас видеть. На закатном эфире проведете его. Вчера Окунев хотел прийти, но не дошел. Мы поздно пришли на море, хотели купаться, нам далеко идти. В общем, все как у всех, все как всегда. Ну, не страшно. Я думаю, единение иногда без голоса посмотреть просто на море тоже приятно. Ну, вот смотрите, мы вышли, вот они кончаются, и начинается чисто красивое море. Не знаю, с чем связано отсутствие полной людей. Просто смотрите. Ну, вообще, я замолкаю. Рягушка все так же показывает. Нет, уже чуть-чуть температура упала. 35 сейчас показывает температуру. И я ее оставляю дышать морской водой. Главное, не забыть про нее, чем я постоянно занимаюсь. А вам предлагаю наливать ваши любимые напитки и наслаждайтесь этой красотой. Ищем он прибоя. Ищем он прибыль. Поехали. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На диких пляжах с количеством людей... На центральных пляжах... Но если вы вдруг отдыхаете на них... И мучает вас количество людей... Которые там есть... То вот вам, ребята... Лайфхак... Приходите... Наши плотные пляжи... Пляж Кавказ... Вас ждет... Со своими пустыми берегами... Температура воды... 26 градусов... Показывает лягушечка... Она примерно на полградуса привирает... Где-то 25,5... А может 26,5... Точно не знаю... Ну, полградуса... Это не такая же жесткая погрешность... За которой вам стоило бы конкретно переживать... Ну... Что? Я могу сказать... Приглашаю всех на фотосессии... Красивейшие фотографии... На память об отдыхе поселка Видизо... От красивейшего фотографа... Черноводского побережья... Всем желаю... Хорошего отдыха... Всего самого лучшего... И просто... Жесть... Хочется сделать вот такую фотографию... На память... Людей нет... Просто нет... Где вы, люди? Получается... Весь пляж практически пустой... Жесть... На заставочку поставлю... Ну, реально, да? Жестко выглядит... Все лежит какие-то пустые... Все куда-то убежали... Всем пока-пока... Не забывайте... Я буду рад каждому вашему комментарию... Буду благодарен каждому вашему репосту... И буду каждой вашей подписке... Прямо прыгать от радости...